Эфир Кубань24 продолжает программа «Факты мнения». С вами Алла Гаража. Здравствуйте. Восстановить права пострадавших от недобросовестных застройщиков теперь получится гораздо быстрее. Ускорить этот процесс могут фонди защиты прав дольщиков. Это стало возможным благодаря постановлению правительства страны. Оно предполагает новый метод расчета стоимости завершения строительства и стоимости квадратного метра в долгостроях. В основу постановления также легли предложения и инициативы Краснодарского края. Подробно о новом подходе и что он в итоге даст, обсудим с гостей в студии директора фонда защиты дольщиков Краснодарского края Евгения Шумейко. Евгения, здравствуйте. Я приветствую вас сегодня в нашей студии. Спасибо, что пришли. Постановление сегодня в силу вступает, верно? Да, действительно. Сегодня вступает в силу постановление 12.93 от 26 августа, которое предполагает единый механизм оценки стоимости квадратного метра и стоимости обследования и завершения строительства проблемных объектов. Единый подход, единый механизм. Давайте суть расскажем. Суть в следующем, что до принятия этого постановления действовало постановление 11.92, которое предполагало расчет стоимости завершения и оценки квадратного метра для вынесения на наблюдательный совет проблемного объекта. До этого необходимо было, чтобы подрядная организация, которая проводила обследование, выезжала в субъект на проблемный объект, проводила обследование, просчитывала стоимость завершения его. Выезжала другая подрядная организация, которая проводила оценку квадратного метра рыночной стоимости на сегодняшний день. Потом эти два показателя сравнивались. И в случае, если стоимость оценки квадратного метра, стоимость выплаты компенсации для людей оказывалась меньше, то фондам принималось решение о выплате компенсации. Это немного затягивало процесс, потому как, например, столкнувшись с пандемией, когда были приняты ограничительные меры, и выезд экспертов из другого региона, например, из Москвы, был затруднен. И в результате чего мы получили некую затяжку этого процесса, и наши объекты не были вынесены на наблюдательный совет. На сегодняшний день этот механизм упростил принятие решений, потому как в стране существует единая система жилищного строительства, в которую застройщиками вносятся все данные, включая стоимость квадратного метра, себестоимость строительства. И на основе этих данных, которые постепенно вносятся в этом регионе, система будет анализировать и выдавать ту цифру, которая будет необходима для принятия решения. Давайте обсудим, как рассчитывается сегодня стоимость квадратного метра в долгостроях, и что в этой части изменится сейчас с принятием постановления, которое сегодня вступает в СИГ. Ну вот я, как сказала ранее, выезжала оценочная компания, и составляя отчет об оценке, они пользовались большим количеством критериев, используя сравнительный метод анализа, где применялась и этажность дома, на каком этаже находится квартира, и квадратура ее, то есть это однокомнатная, двухкомнатная или трехкомнатная. Трехкомнатная стоимость квадратного метра в трехкомнатной квартире, например, она дешевле, чем стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире. студии еще дороже получалось. Применялось некоторые критерии, которые используют оценщики для формирования этого отчета. Раньше таким образом стоимость квадратного метра определялась. Я правильно поняла, что сейчас будет одинаковый подход, будь то однокомнатная квартира, студия или трехкомнатная, или вот эти градации все равно сохраняются? Они будут формироваться на основе внесенных данных. То есть, вот, к примеру, расскажу так попроще. У нас есть на гидрострой объекты, которые мы сейчас достраиваем. Вокруг нас застраиваются действующие застройщики, например, возводят еще какие-то объекты. И они в эту систему вносят, там, однокомнатная у них стоит столько, двухкомнатная столько, там, трехкомнатная. На основе этих аналитических данных, всех введенных, будет определяться среднерыночная стоимость квадратного метра по также соотнесенным квадратным метрам в нашем доме, в проблемном доме, который мы достраиваем. И уже система сама будет формировать это. И фонд федеральный будет брать эти цифры для наблюдательного совета. Давайте обсудим задачи фонда. Фонд поддержки наших дольщиков. Каковы его задачи сегодня? Ну, краевой фонд, наш фонд защиты дольщиков в Кубани, создан по поручению губернатора в прошлом году для достройки проблемных объектов. То есть, мы непосредственно выполняем функцию застройщика в нашем Краснодарском крае для достраивания вот этих вот объектов, которые не имеют инвестиционной привлекательности и по которым вынесено уже решение федеральным фондом. Как вы обследуете эти объекты? Как они попадают, ну так скажем, вот в этот перечень, который необходимо теперь достраивать? Вообще существует действующее ранее постановление 11.92, в котором четко прописаны критерии, на основании которых проблемный объект попадает в единый реестр проблемных объектов. Это реестр, который также формируется по всей России автоматически. Он формируется также на основании внесенных данных застройщикам. То есть, есть критерии, так называемый 6+. То есть, если застройщик нарушает сроки ввода в эксплуатацию дома на 6 и более месяцев, то этот объект автоматически попадает в единый реестр проблемных объектов. Далее, по этому объекту должно начаться банкротство. То есть, он должен находиться в конкурсном производстве. Плюс есть критерии об имеющемся разрешении на строительство и, соответственно, прав собственности или прав аренды на земельный участок. Вот соблюдая все эти критерии, объект может быть рассмотрен на предмет целесообразности или нецелесообразности финансирования по достройке с помощью механизмов федерального фонда. Если говорить о количестве, сколько домов сегодня в работе фонда находится? Где в ближайшее время работы начнутся? В конце прошлого года было принято решение по 15 объектам Краснодарского края, по 7 из которых было принято решение о выплате компенсаций. Это Янтарь, Метист, ЖК Воронцовский и дом Романовых. А по 8 было принято решение о достройке. Как раз вот эти 8 объектов, парусная регата, 5 домов и 3 объекта Иванда Марии были переданы нам на достройку. Вот по ним конкретно сейчас идет уже завершена процедура обследования, ведется проектирование, далее мы заходим в государственную экспертизу и после получения положительного заключения государственной экспертизы мы уже непосредственно приступаем к строительным монтажным работам. Какие дома на достройку фонд сегодня берет? По каким критериям? Что это должно быть? Здесь нужно, важно очень не путать, федеральный фонд и наш краевой фонд. То есть решение выносится по федеральном фонде, непосредственно на наблюдательном совете. То есть туда попадает реестр по подписанным соглашениям с Краснодарским краем, по ходатайству Краснодарского края. Далее идет рассмотрение на наблюдательном совете и после вынесения решения уже объект попадает на достройку нашим Краснодарским фондам. Вот мы непосредственно в Краснодарский фонд достраиваем вот эти 8 объектов, по которым уже подписано соглашение. Это Парусная регата и Ванда Мария. Евгения, а планируется ли сдача эксплуатации до конца 2020 года? Как бы нам не хотелось, к сожалению, есть еще определенные сроки строительно-монтажных работ. То есть перед тем, как выйти на площадку, у нас очень ресурсоемкая процедура идет передача прав. Мы с февраля до августа принимали права застройщика банкротства, потому как на объекте было большое количество арестов, ограничений лежали, так как уголовное дело было возбуждено. Поэтому эта процедура заняла большое количество времени. Далее мы проводим обследование, то есть объект стоял очень долго, и нам нужно выявить все дефекты, которые сейчас проводим проектирование. Дальше госэкспертиза, ну и, соответственно, СМР. По СМР у нас также по строительно-монтажным работам есть определенный период. Это все-таки достройка и дело не одного дня. В конце года планируем уже непосредственно в октябре выйти на площадку с помощью привлечения генерального подрядчика и достроить объект в соответствии с планом графика. Давайте расскажем, каким образом фонд отбирает подрядчиков, которые будут достраивать проблемные дома. Как эта работа происходит, по каким критериям? Ну, в соответствии с законом, в соответствии с соглашением, подписанным нашим фондом с федеральным, мы обязаны проводить конкурс по отбору подрядных организаций. В рамках 223-го федерального закона мы формируем конкурсную документацию, публикуем ее на открытой площадке и проводим конкурсные отборы по тем организациям, которые подали заявку на достройку, на осуществление этих работ. Как охотно подают такие заявки? Вы знаете, в рамках контрактов, где гарантированная оплата, всегда участники торгов и участники строительного рынка очень активно участвуют в подобных работах, в подобных мероприятиях. Хочу затронуть вопрос, какие меры сейчас действуют по надзору в отношении недобросовестных застройщиков? Вообще, с момента образования департамента по надзору, по поручению губернатора нашего края, очень тщательно ведется работа по проведению надзорных мероприятий. Во-первых, контролируется отставание от графика в соответствии с проектной документацией. Сейчас применяется новая методика департамента по надзору по отслеживанию реализации квартиры ниже, допустим, себестоимости строительства, потому что это тоже как один из показателей какой-то недобросовестной работы может быть застройщиком. То есть работа очень скрупулезная и очень тщательная, конкретная по направлению надзора. Но это полномочия департамента по надзору в строительной сфере. Еще один вопрос хочу затронуть. Я прочла, что сейчас ведется подготовка к устройству систем видеонаблюдения на территории объектов для обеспечения контроля за строительством в режиме реального времени. Интересно узнать, что это даст и на какой стадии сейчас. Вообще у нас, как у обычного застройщика, как у любого застройщика, есть интернет-ресурс, сайт, на котором мы размещаем всю информацию, новости и так далее в соответствии с графиком строительства. У нас есть в планах размещение этого видеонаблюдения. Во-первых, это для осуществления внутреннего контроля, непосредственно ведения строительства. Ну и плюс ко всему мы планируем разместить передачу этого видеонаблюдения, видеокартинки на наш сайт, для того, чтобы дольщики, участники долевого строительства наши, находящиеся в других регионах, может быть, могли наблюдать в онлайн-режиме в реальном времени за ходом строительства. Современные технологии в этом в помощь, да. Я вас благодарю за сегодняшнюю беседу. Спасибо, что пришли. Об изменениях подхода к пострадавшим дольщикам мы беседовали сегодня с директором фонда защиты прав дольщиков Краснодарского края Евгения Шумейко. Таким было сегодня мнение. У меня на сегодня все. Увидимся на Кубань-24. Всего вам доброго и до свидания.